Всем большой привет! Я очень рада, что вы зашли на мой канал Мастерская Вязания. И сегодня я открываю такую рубрику, мои отчеты за последнюю неделю. Но у меня отчеты будут немножко больше, потому что я очень давно не появлялась на канале. Сейчас я вам все расскажу и все объясню. Последний мастер-класс я вам обещала по вязаному комбинезону с косами на любой размер. Я у вас прошу прощения, к сожалению, с этим мастер-классом, именно с этими ниточками у меня немножечко не сложилось. Поэтому я сейчас для вас снимаю такой же мастер-класс по вязанию такого же комбинезона, но немножечко из другой пряжи. Но я вам дам все расчеты, все параметры, и вы сами сможете самостоятельно связать из любой пряжи на необходимый для вас размер. Поэтому никакой сложности не возникнет. И по традиции я сначала вам буду показывать готовые работы, процессы, а потом покажу материалы, которые были куплены мной в прошедшее время. Итак, перед вами сейчас вот на столе у меня такой шикарный, замечательный комбинезон узором листья. Я его вязала на заказ на 0,3 месяца. Это 56-62 см. Получился такой, знаете, замечательный, мягчайший комбинезон. Из пряжи Alize Baby Wool. В ней 175 метров на 50 грамм. Я думаю, эта пряжа всем известна. Это цвет номер 185. Деревянная фурнитура. Вот только посмотрите, какой шикарный узор получился. Этот комбинезон я вязала по платному мастер-классу у мастера Дарьи Пыленок. Участвовала в совместном вязании. Поэтому могу дать только ссылочку. Материалами поделиться не смогу, так как это будет нарушение авторских прав. Еще к комбинезону у меня связалась вот такая вот шапочка Зайка. Тоже из этой же пряжи. Такая же замечательная, мягчайшая, очень красивая шапочка. Девочки, прошу прощения, вся семья заболела, голос захрипший. Поэтому не обращайте внимания. Такая вот чудесная шапочка. И в дополнение к этому комплекту у меня связались вот такие чудесные пинетки-зайчики. Помпончики я заказывала на Валбересе. Они тут как носочки, завязки я в них не делала. Сегодня этот комплект должны забрать. Завтра я его отправлю оплатить. И завтра я его побегу, отправлю. Возможно, даже сегодня, как оплатит девушка. Так, еще из готовых работ у меня сшился. Я не только вяжу малышам, но я еще и шью. Очень люблю шить конверты на выписку. Обычный одеялом и трансформерами. Сейчас я вам покажу. Вот, у меня сшился вот такой вот замечательный. Он, к сожалению, в кадр не помещается. Но я вам вставлю фотографии. Вот здесь он сверху застегивается на молнию. Можно расстегнуть. Можно расстегнуть и сделать просто одеялом. Вот тут вот бантик на резинке. Все как положено. Бантик отлично послужит подушечкой в коляску. Он вытягивается. Пояс мы убираем. А подушечку кладем в коляску. Точно так же здесь вот все расстегивается. Он простеганный. Утеплитель пристрочен к ткани, чтобы ничего не сбилось в процессе носки. Чтобы ничего не мешало малышу. Ткань я здесь использовала. Китайский сатин. Самая лучшая ткань. Можно работать и с бязью, поплином. Но я не советую работать с бязью из своего личного опыта. Потому что она быстрее, так скажем, приходит в негодность. Лучше использовать поплин. Он более плотный. Или китайский сатин. Или ранфорс. Это вот замечательные ткани, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы. То есть, смотрите, вот здесь вот он так же на молниях. Все расстегивается. И конверт превращается в одеяло. Или его можно еще использовать как чехол в коляску. До года смело. Вот тут вот расстегнул сверху, посадил ребенка. И ребеночек ваш в тепле, в уюте. Все замечательно. Если хотите, я сейчас буду активно снимать видео на канал, выкладывать. Если вы хотите, мои дорогие подписчики, я могу снять мастер-класс, как шить такой вот замечательный конверт. Как бант, конверт, шить. Но это все по вашему желанию. Вот хочу с вами посоветоваться. И те, кто может, хочет приобрести конверт в наличии, пишите. С удовольствием я вам его отправлю. Размер конверта в разложенном виде. Одеяло 80 на 80 сантиметров. Все. Пишите. С огромнейшим удовольствием я вам его отправлю. Так, из готовых работ у меня все сегодня. Еще я хочу вам показать процесс, который у меня на спицах, по которому я тоже планирую записать бесплатный мастер-класс на возраст 0,3 месяца. Он идеально подойдет на выписку. В этот раз я решила сделать комбинезон без капюшона, потому что не всем нравится капюшон и не всегда он практичен. Это будет верх юбочка. Сверху будет как белая блузочка. Здесь я вышью цветочек. Вот здесь вот. Тут будет штанишки отделяться розовым цветом. Юбочка тоже будет сделана розовым цветом. И вот сюда я думаю сделать, если получится, как я все задумала, по горловине, чтобы немножечко сделать более ажурным, как-то его украсить. Тоже сделаю небольшую кокетку. Но это все я пока только в планах у меня. Это я так в свободное время вяжу. И получаю от этого удовольствие по пряже, по спицам. Я вам все потом расскажу. Пока это пробный вариант, который мне просто захотелось связать. Знаю то, что многие покупают мастер-классы. И я в свое время, вы знаете, столкнулась с такой проблемой. Я покупаю мастер-класс, плачу деньги. Деньги, вы сами понимаете, немаленькие сейчас. И у меня, я понимаю, мастер-классы замечательные, шикарные. Но я не могу попасть в плотность. То есть, допустим, в мастер-классе спицами стоит 4 мм. Мы вяжем пряжу Alize Baby Wool. А я этими спицами, ну, совершенно не попадаю в плотность. То есть, чтобы мне попасть спицами в плотность, мне нужно, допустим, взять пятерку. Ну, а вязать Alize Baby Wool в две нити спицами номер 5 лицевой гладью, это просто будет решето. Поэтому я решила, что я буду сама разрабатывать мастер-классы. И вам буду... Я не учу вас, девочки. Обратите, пожалуйста, внимание. Я никого не учу. Я сама постоянно во всем везде учусь. В вязании каждого комбинезона, кардигана. Я просто хочу с вами поделиться своим опытом, как это делаю я. Вот. Как это мне больше нравится. Может, какие-то лайфхаки, какие-то секретики. Вот. Я надеюсь, вам это все понравится, и вам будет все очень интересно. Вот так. За вот эту работу я вам попозже расскажу. Все покажу, когда у меня будет что показать. Потому что сейчас это просто черновой вариант. Так. По этому процессу все. Еще я вам в начале видео рассказала по поводу бесплатного мастер-класса на комбинезон косы. К сожалению, у меня не получилось. Я первое видео по вязанию капюшона загрузила, и все. Больше у меня не пошло дело с этой пряжей. Плюс перед Новым годом у меня было огромное количество заказов, которые нужно было отдать в срок. Вот. И мне не получилось в обещанное время снять мастер-класс. Я прошу вас прощения за это. Я это видео удалю на канале и добавлю новое видео по вязанию комбинезона. Я буду в мастер-классе вязать также на 0,3 месяца. Вот. Только из другой пряжи. Я буду вязать из пряжи Ализе Макси. Голубой. И буду манжеты вывязывать белым цветом. Также шапочка будет белым цветом. Шапочка Мишка. Этот комплект я буду вязать для мальчика в наличии. Поэтому, если кто-то захочет приобрести, вы, пожалуйста, пишите. Я с огромнейшим удовольствием вам его отправлю. Также к этому комбинезону будет сшит конверт-трансформер. Об этом я вам чуть-чуть позже расскажу. Итак, давайте мы рассмотрим пряжу. Как я сказала, будем мы вязать из пряжи Ализе Суперлан Макси. Это у нас 100 грамм 100 метров. Состав ее, сейчас я вам скажу, 25% шерсть, 75% акрил. Она мягенькая, она не колется. Все замечательно. Толстенькая такая, получается, пухленькая, замечательная пряжа. У меня этот цвет, если вы захотите, он такой нежно-небесно-небесно-голубой. Чудесный цвет. Это номер 400, Color, номер 480. Манжеты и шапочку я буду вязать из белой пряжи. Абсолютно такой же метраж, состав, только Color 55. Это белый цвет. Так, все, я его сейчас буду снимать, снимаю. Все расчеты я сделала, видео запишу. И, наверное, вы знаете, я не буду делить на несколько частей. Все загружу в одно видео, смонтирую и выгружу уже полностью на канал, чтобы не было такого длительного ожидания, потому что с моей стороны это не очень красиво получилось. Так, еще я вам обещала показать, из чего будет сшит конверт. Вот, смотрите, я также на Валдберрисе заказала вот такой, сейчас очень модный, плюш квадро. Замечательный. Вот такой вот очень красивый, мягусенький плюшик. Из него я также сошью конверт-трансформер, вот, который будет в комплекте. И в качестве ткани я возьму вот такую. То есть, вот смотрите, какое получается чудесное сочетание. Давайте я чуть-чуть выше подниму, чтобы вам было виднее. Смотрите, вот, вот такая вот чудесная. Это тоже китайский сатин. Замечательное плотное качество, которое прослужит долгое-долгое время. Плюш квадро. И вот наша пряжа. Вы только посмотрите, как они идеально сочетаются. Какой это будет красивый, обалденнейший комплект. Вот, вот, поэтому если вы захотите по этому конверту, вот, для мальчика, я могу снять мастер-класс. И вы сможете самостоятельно, при желании, сшить своим деткам, внукам, племянникам и всем-всем. Также я вам вот показывала вот этот вот процесс на спицах. А сейчас покажу вот эту чудеснейшую, мягчайшую пряжу на Капариж. Из нее я хочу связать коточепчик в комплект к этому замечательному костюмчику, комбинезончику. Вот, это у нас пряжа на Капариж. Еще раз повторюсь, 60% полиамид и 40% премиум акрил. Знаю, первый раз эту пряжу приобрела. Пряжа, я вам скажу, один моточек на Валберсе брала, недешевая, 400 с чем-то рублей. Вот, очень много встречала информации о том, что из нее вяжут деткам. Хотя состав у нее синтетический, но она, девочки, она невероятно мягкая. Мягкая, настолько мягкой пряжи я еще не встречала, честно говоря. Вот, это номер, сейчас вам скажу, какой колор. 208. Вот, чисто белый цвет. Вот, я думаю, получится замечательная шапочка. Не знаю, хватит ли мне на пинетки на возраст 0,3 месяца. Скорее всего, я скомбинирую вот такую вот пряжу на манжеты, на пинетки пущу. А тельце с пинеток я свяжу из вот этой пряжи. Но не знаю, сколько у меня пряжи уйдет на вязание самого ката-чепчика. Потому что, еще, честно говоря, не рассчитывала. Тоже по нему планирую снять мастер-класс. Очень я люблю вязать именно на возраст 0,3-3,6 месяцев. Ну, до года максимум. Самый, вот вы знаете, самый такой нежный, замечательный, трепетный возраст. Хочется для него создать много-много красоты. Я знаю то, что я вам много обещаю. Но пока ничего у меня не сделано. Но, девочки, я вот вам торжественно обещаю каждую неделю. Это сейчас у меня, у нас что, вторник у меня вышел мой отчет за проделанную работу. А так я буду снимать, снимать, скорее всего, буду или в воскресенье выпускать. Скорее всего, в воскресенье, да, у меня будет выходить на канале видео о проделанной работе за каждую неделю. Это я буду себя контролировать, чтобы как-то все, как сказать, упорядочить. Чтобы и вам было интересно, и мастер-классы параллельно выпускать. Потому что я сейчас разгрузила заказы. У меня появилось немножечко больше свободного времени. И хочется развивать канал и вас радовать. Так, по пряже я вам сказала все. Еще на праздники, из таких вот больших приобретений, мне мои родные подарили. Я страшный любитель органайзеров, шкатулочек, всяких коробочек. И мне нужно, чтобы все мои инструменты были в одном месте. И мне мои домочадцы подарили вот такой замечательнейший органайзер для хранения спиц. Вы только посмотрите, насколько здесь все удобно располагается. Вот, а тут вот есть кармашки. Все-все-все-все-все-все. Здесь вот у меня хранятся такой большой карман, конечно, из него выпадает. Здесь у меня хранятся вот спицы. Круговые, 40 сантиметров, которые я использую для вязания шапок. Тоже получается очень-очень классно. Вот здесь вот, смотрите, какие сделали удобные резинки. Это у меня стоят спицы длиной 20 сантиметров. 4, 4,5 и 5. Это мои самые ходовые номера, которыми я вижу. Или образцы, или макушки шапок закрываю. Вот, еще из таких вот больших приобретений, это у меня вот стальные спицы Чиагу номер 4,5 миллиметра. Ими я как раз таки и вяжу вот этот вот замечательный комбинезон, по которому я буду... Я сейчас один отвяжу, а по второму буду снимать мастер-класс. Вот, девочки, что я могу сказать? Я очень люблю острые спицы, но в меру острые, не так, чтобы палец в кровь разбивали. Я одну могу сказать, спицы замечательные. Кончики потрясающие. Делать накиды, перекрещивание безумно удобно. Поэтому, да, стоимость у этих спиц тысячу с чем-то рублей за одну пару. Это очень-очень дорого. Но побаловать себя стоит. Вот, я думаю, то, что на 8 марта я себе куплю еще в подарок, побалую себя спицы номер 5 Чиагу. Потому что так дорого, я не могу себе позволить очень часто покупать такие спицы. А на вот такие вот большие праздники, вот, очень хочется себя побаловать, чтобы вязать качественным инструментом. Потому что совершенно по-другому по ним скользит пряжа. Так, это вот у меня вот здесь джинжеры, тоже деревянные спицы. Тоже, вы знаете, чудеснейшие спицы. Вязать ими очень удобно. Но я, честно говоря, больше привыкла к металлу. Ну, тоже пусть будут. Тоже чудесные, замечательные спицы. Это у меня зинги 20 см. Вот, а вот здесь у меня пока, я его еще не заполнила, потому что только-только вот недавно на Рождество мне его подарили. Вот, вот у меня стоят коротенькие спицы. Зинги 4 мм, 15 см. Вот, а вот это вот спицы. Я их заказывала тоже, когда не думала, что мне вот эти подарят. Это от Гаммы. Вот, это от Гаммы. Вот такие чудесные спицы. Хотя, знаете, девочки, неплохие спицы. Хорошие. И кончик у них в меру острый. И ниточку они подхватывают хорошо. Поэтому рекомендую. Мне очень понравились. И вязать ими удобно. Вот тут вот у меня стоят спицы зинги на леске 80 см. Ну, что я могу одно только сказать. Я очень люблю зинги. У них вроде бы кончик острый. Но палец не разбивает. И скольжение у них замечательное. У меня есть на леске 80 см. Номера, получается, 3,5, 4,5 и 5. Я еще заказала. Вот на Ваберис пришло. Я еще не забирала номер 4. И еще хочу заказать себе номер 3. Чтобы у меня была, вот, вы знаете, уже полная коллекция этих спиц. Потому что спицы действительно замечательные. Хотя я, если мне нужно переснять, беру обычные китайские спицы. Знаете, вот эти вот дешевые, которые в магазинах продаются. Вяжу и никаких трудностей у меня не составляет. Тоже замечательные спицы. Прекрасно ими вяжется. Ну, все. Вроде бы все рассказала. Хочу вас поблагодарить за внимание. Большое вам спасибо. Больше не буду так надолго пропадать ни с видеоотчетами, ни с мастер-классами. Буду почаще выходить и почаще вас, мои дорогие, радовать. Все. Желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья. Ровных петелек. И всего-всего самого хорошего. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует.